Как не стать жертвой преступления в общественных местах? Психологически всегда нужно быть готовыми к опасности. На улице не стоит слишком глубоко погружаться в свои мысли, переживания, чтобы можно было быстро среагировать в критической ситуации. В связи с этим сотрудники полиции рекомендуют не класть кошельки, мобильные телефоны и другие ценные вещи в наружные карманы, полиэтиленовые пакеты и легкодоступные места. При пользовании общественным городским транспортом или посещая места с массовым пребыванием граждан, держите сумку закрытой и близко к себе и держите перед собой, а не сзади. Не доставайте полностью все деньги из кошелька при расчете с продавцом, чтобы не привлечь внимание воров. Держите собственность раздельно, мобильный телефон, кредитные карточки, отдельно от кошелька. Не выставляйте на показ ювелирные изделия или ценные вещи. Не оставляйте свое имущество даже на короткое время. В темное время суток хорошо продумайте свой маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест. Дорогие украшения лучше снять или прикрыть одеждой. Если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои опасения, резко изменив направление движения. Спешите в ближайшее людное место. Сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая ее к телу, а ключи от квартиры храните в отдельном кармане. Если вы регулярно возвращаетесь домой поздно, подумайте о приобретении источника громкого сигнала, в крайнем случае обычного свистка. Пользуйтесь хорошо освещенными многолюдными остановками общественного транспорта, которые вы знаете. Пользуйтесь услугами такси-компании, которую вы знаете. Если вызывали такси по телефону, то убедитесь, что прибывший водитель знает фамилию и место назначения. Если чувствуете опасность, попросите водителя остановиться в многолюдном месте и выйдите. Подъезжайте прямо к подъезду, попросите водителя не уезжать, пока не зайдете в подъезд. Не садитесь к незнакомым людям в машину и не соглашайтесь на помощь вас подвезти. Если направляетесь в незнакомое место, попросите друзей или родственников вас встретить. Старайтесь не использовать ноутбуки, смартфоны и иную портативную компьютерную технику в транспорте, чтобы не показывать злоумышленникам. Подходя к дому, держите ключи от входной двери на готове, чтобы можно было быстро зайти в подъезд. Если вы на кресле каталки или велосипеде, держите свои сумки в зоне видимости. Если в отношении вас все-таки совершено преступление, то незамедлительно звоните в полицию, напишите заявление. Безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям. Пострадать могут и другие. ОМВД России по Сергиево-Пасадскому району сообщает о том, что по апреле 2020 года продолжает осуществлять набор кандидатов на учебу высшие учебные заведения МВД России. Молодых, энергичных, физически здоровых юношей, обучающихся в 11 классах средних школ, лицеев, гимназий, среднепрофессиональных образовательных организациях, а также имеющих среднее полное образование и отслуживших в рядах вооруженных сил. Обучение очное, бесплатное. Во время обучения выплачивается денежное содержание. Курсанты обеспечиваются бесплатным общежитием, форменным амбундированием. После окончания института гарантировано трудоустройство в ОМВД России по Сергиево-Пасадскому району. У вас есть возможность поступить в Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. Владимира Яковлевича Кикотя, города Москва, и московский областной филиал Московского университета МВД России им. Владимира Яковлевича Кикотя в городе Руза. Обращаться по адресу. Город Сергиев-Пасад, проспект Красной Армии, том 212, дробь 2. У МВД России по Сергиево-Пасадскому району. Кабинет 219, телефон для справок 540-5136. Принимает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 19 до 18.00. Обед с 13 до 14.00. Продолжение следует...